Добрый день, меня зовут Оля, и я хочу начать вести блог. И было бы правильнее, наверное, рассказать вначале немного о себе. Я из Украины, и последние 9 месяцев я живу во Франции. Здесь я оказалась в связи с войной, когда началась война. Я очень долго скиталась, месяца 3 где-то, пока в апреле месяце, я наконец-то оказалась во Франции, в небольшой деревне недалеко от Парижа. Пару слов о моей работе. Я последние 6 лет работаю в сфере IT, я тестировщица. Своей работой я очень довольна, так как очень много есть преимуществ, есть свои недостатки, есть преимущества, но в целом одно из преимуществ, то что даже переехав во Францию, я продолжаю работать. И это вот прям, потому что смотря на других, как сейчас люди, которые, украинцы, которые приезжают во Францию, они начинают искать работу в связи с языковым барьером. Это очень сложно найти нормальную, хорошую работу. А у меня так сложилось, что, в принципе, я продолжаю работать удаленно. Из минусов моей работы, конечно, наверное, то, что мне приходится по 8 часов работать. Это сидячий образ жизни. И когда вокруг красивая Франция, когда всё видишь впервые, я хочется на это больше посмотреть со всех сторон. Но в связи с работой, сейчас зима, скоро Новый год, и в связи с этим темнеет очень рано, и город я почти не вижу. Ну и было бы правильнее, наверное, рассказать о целях ведения блога, зачем мне это нужно. Моё представление о Франции складывалось с каких-то стереотипов о самой Франции, о француженках, об их красоте, а также по фильмах. Приехав во Францию, прожив здесь уже 8 месяцев, у меня уже сложилось какое-то другое немного видение на Францию, видение на людей и в целом представление об этой стране. Так вот, моя цель — не показать вам худшую сторону Франции с её какими-то недостатками, а просто показать эту жизнь глазами простого человека, который не является ни фотографом, ни художником, у которого нет видения вот этого прекрасного, а просто типичную обычную жизнь, скучную деревенскую жизнь. Поэтому присоединяйтесь, смотрите. Если у вас будут какие-то вопросы по поводу Франции, и в целом буду рада на них ответить. Спасибо за ваше внимание. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok